В Гулькинском сельском поселении прошел сход граждан. Главным вопросом жителей к руководству района стало плохое состояние дороги. Село Гулькино значительно удалено от Заинска, находится почти у границы соседнего района. Из-за плохого состояния дорог сюда не едут службы такси и экстренной помощи. Жители поселения не раз обращались с этой проблемой в различные инстанции. На сходе их обнадежили. Самый долгожданный объект это авторобильная дорога к Югееву Гулькино. Подтяженность 10,5 километров. Вот этой дороги мы с Розеболеевичем уже занимались 3 года. К сожалению, не все так быстро. Пока проект сделали, к президенту несколько раз обращались. Первоначально очень большая сумма получилась с асфальтом. Потом было принято решение с Аккати Чибилку только положить. Заново пересчитали, заново проектировали. Но в итоге объект будет построен в течение 3 лет. Это 300 миллионов рублей. То есть в этом году, когда мы начали, в 2020 году будем продолжать, в 2021 году будем открывать. Ремонт дорожной поверхности в 10,5 километров будет проходить в три этапа. В этом году будут выполнены в полном объеме работы по переносу линий и подземных коммуникаций, которые проходят в зоне этой дороги. В этом году полностью у нас будут выполнены объемы по переносу линий. Это примерно 50 миллионов рублей. То есть нефтепровод, газопровод, линии электропередач и оптикового лапа. И где-то 50 миллионов рублей в этом году будем выполнять работу уже. Там попадает у нас где-то 14 труб. В этом году мы двух местах уже работаем. Четыре трубы в этом году будут проложены. И где-то 3 километра 900 метров в этом году проложим нижний слой асфальта. То есть два участка это будет. Один участок 2 километра 900 метров, другой участок километр. А на следующий год уже будем продолжать. В дальнейшем дорожники приступят непосредственно к самому ремонту дороги. Проложат первый и второй слой покрытия. Это далеко не все положительные перемены, которые ждут жители села Гулькино. Благодаря самообложению в селе будут благоустроены святые родники, установлены уличные фонари и ограждения. Об этом собравшимся рассказала глава поселения Светлана Инькова. Она также призвала жителей следить за своей придомовой территорией. Так, за первое полугодие было составлено 15 административных материалов за мусор и разросшуюся траву возле дворов. Айгуль Ярулина, Юлия Казамарова, Новости Татарстана.